Где еще очень много сладкого вкуса и натуральной фруктозы? Не той фруктозы, которая химически произведенная, которую нам предлагают в диабетических отделах. Это мед, финики, изюм, патока. Патока, кстати, содержится в коричневом, тростниковом сахаре также. Инжир, виноград, яблоки, хурма, различные ягоды. Это лишь малый перечень тех продуктов, где есть натуральная фруктоза. Количневый сахар. Но об этом тоже мы уже квалили на наших вебинарах. Какие у нас заменители сахаров есть? Мед, кленовый сироп. Помните, что мед не надо нагревать выше 40 градусов. Виноградный сахар тоже можно вот такой найти. В основном, конечно, сыроеды употребляют. Если вы знаете людей, которые на сыром питании, они всегда знают, они вообще не употребляют ни белый, ни тростниковый сахар. Это финиковый сахар, либо это измельченные, сушеные финики, измельченные в пудру. И в наших напитках я еще вам расскажу, как вот можно финики, как подсластитель использовать. Кленовый сироп чаще всего можно найти тоже в магазинах, где продаются продукты здорового питания. Но у нас, например, в Сибири такой сироп продается в специальных магазинах для кафе, для ресторанов, где есть различные сиропы, в том числе кленовый. Но смотрите, чтобы он был без сахара. Обычно кленовый сироп – это чистый продукт, в котором не содержится сахар. А если же это какой-то такой вот продукт, скажем, поливать там различные пирожные, то там может быть вкус кленового сиропа. Потому что стевия, она не горькая, даже трава стевия, если вы ее завалите, она даст сладкий вкус. И есть такой вот экстракт стевии, да, сироп стевии, который очень сладкий и дает вот такое подслащение. Плюс она хорошо регулирует обмен веществ. И вот посмотрите, какие у нас есть заменители. Здесь, конечно, не все, но из того, что в России можно найти. Пока я не видела сироп из-за гавы, да, из топинамбура уже есть. Все остальные, в принципе, можно найти. Ну вот солодовый сироп тоже сложновато. Я, например, использую в приготовлении напитков в основном кленовый сироп. Это, конечно, или мед. И также финики, то есть порезанные финики. Вот мы будем с вами изучать, как добавлять в какой-либо рецепт. То есть заменители сахара есть. Важно вам запомнить, что если вы используете мед, вот сейчас как раз зима, можно мед использовать. Летом мед, он слишком разогревает. И просто нужно понимать, что, так скажем, мед не нужно горячий класть. В принципе, сахар тоже не рекомендуется сильно нагревать высоко. Выделяется побочные продукты. Но мед особенно, ну, будьте внимательны. Скорее мы уже будем с вами делать напитки со специями. Давайте с ними чуть поближе познакомимся.